Опа, не давайте пиццу роботу. Опа, шпионов будет мне поцелать эта овца, все понятно, все ясно. Привет, мои хорошие, с вами снова я, Наташа, рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Мы с вами продолжаем играть в хорошую пиццу, отличную пиццу. Мы с вами уже, получается, в четвертой главе, я так понимаю, что это последняя глава. В прошлой серии у нас с вами появился сад, сейчас 5 секунд, массажер закрыла. Вот, у нас с вами появился садик, мы можем выращивать там всякие овощи и фрукты, поэтому я бы хотела посадить картошку, но картошку мне не дают посадить. Ой, какая прелесть, а когда закончить четвертую главу, чтобы разблокировать. Какая прелесть, ой, ой, какие милые, ой, 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 а у меня такого нет, ладно, погнали. Короче, работаем, надо выполнять заказы, нужно получать баблишко. Подробнее о лидирующем генеральном директоре Анжелике Бершанель, дочь производителя пиццы, она... Ах ты ша... Подожди, стоп, она что, дочка Аликанта? Чего? Что за половые связи, я ничего не понимаю. Она унаследовала пиццерию своей семьи во время учебы в колледже и оттуда начала свою карьеру по изготовлению пиццы. Ее местный магазин процветал все лучше и лучше, пока она не встретила своего первого конкурента, доктора Кеха. Вскоре после того, как доктор Кех открыл свой магазин через дорогу, мисс Бершанель быстро начала терять клиентов и, в конце концов, была вынуждена закрыться. Селись за новостями, чтобы услышать все о ее впечатляющей жизни. Вот и все на сегодня, хорошая пицца, отличная пицца. А я когда поеду в Египет... Так, смотри, значит, оливка, олив, один, солмор, два. Так, это первый заказ. И второй заказ это тресыр. Тресыр, кстати, очень легко сделать. Погнали, значит, работа, подождите. Подождите, мужчина, минуточку. Привет, о боже, это пиццерия, практически город-призрак. Ну, не волнуйтесь, доктор здесь. Ты кто? Неужели ты меня не узнаешь? Доктор Прайс, знаменитый предавец северизоров. Все еще ничего, мой удивительный продукт часто публикуется в новостных сегментах ПНН. И я здесь, чтобы предложить вам рекламу. Реклама? Ага, кроме того, я заметил, что теперь вы предлагаете чеснок в качестве начинки, но никто другой не узнает об этом, если вы не объявите об этом. БДД сделали это, и это был хит. Окей, бесплатно пока что. О, реклама. Хорошо пахнет. Плюс 200 заказом с чесноком. Ну, давай. Спасибо. Теперь я обычно беру номинальную плату за эту слугу, но ты мне нравишься, так что это за мой счет. Спасибо, брат. Не нужно меня благодарить. Просто помните, когда ваш бизнес в затруднении, доктор Прайс ваш человек. Окей. Окей, теперь могу покупать рекламу. Я чувствую, как всегда доносятся запах грибов чеснока. У меня от этого мурашки в хорошем смысле. То есть тебе нужны грибы с чесноком. Без проблем. А грибы с чесноком с трюфелем или без трюфеля? Вот в чем вопрос. Какие смешные головки у чеснока, если честно. Ну, я думаю, давайте пока так. Так, давайте оливковую пока сделаем с вами пиццу. Ваша пицца, мадемуазель. С грибами. Ой. Супер. Давай, забирай. Вам чего, мадам? Сырный чесночный хлеб мой любимый. То есть получается сыр и чеснок. И два соленых моряка. Ед сюда. Ед сюда. Ну, пока не торопимся. Пока делаем в своем темпе. Все будет хорошо. Никуда не спешим. Накладываем нашего... Там что-то очередь у меня увеличивается в арифметических каких-то размерах. Слышите, пацаны, не надо. Оно того не стоит. Ваша чесночная пицца, мадам тупица. Держи. Продолжай пробовать, у тебя выйдет. Ну, ей вроде бы понравилось. Вы знаете, что самая лучшая веганская пицца? Можете насладиться вкусом томатного соуса. Так, веганская пицца тебе, да? Сейчас. Веганская пицца для тебя. Я просто сделаю вот так и все. Я думаю, ей в любом случае понравится эта веганская пицца. Ну, как старые добрые, знаешь, главное наляпать. Возможно, она скажет, ну и дерьмо. На мне как-то глубоко. Похер. У меня кончился трюфель. А как кончился трюфель? Базилик положила. Все, соленый моряк есть. Соленый моряк есть. И три сырных надо еще. Ваша пицца, мисту пицца. На четыре части она попросила. Держи, брат. Где трюфель? Нету трюфеля! Кончился трюфель овца. Пошла нахер. Тебе что? Дайте мне, пожалуйста, три пиццы песта с оливками, чесноком и базиликом. Так, три песта пиццы. Но у нас их нету, брат. Так, три песта пиццы. Прям что-то он меня сломал. Блин, а я могу выращивать трюфель? Или мне его надо каждый раз покупать? У меня чеснок заканчивается, прикинь. Мне бы по-хорошему бы войти в сад его вырастить. Ну, давай... А-а-а! Зачем ты ее порезал? Одну зажарим, ничего страшного. Ничего не будет, если она будет позажаристей сырная, правильно? В смысле? У тебя еще одна была пицца? У тебя была еще одна? Ладно, зажарим ее вообще до золотистой корочки. Я не знала, что так будет. Три пиццы он заказал, да? На, брат. Круто, 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 круто. Да, да, да. Где доставщик? А то у меня там уже пердит все. Оливковое. Два соленых моряка упаковать. Это тебе, брат. Супер, супер. Давайте-ка я быстро в сад схожу. Так, баклажан могу купить и чеснок. Удобрение. Производит чеснок. А что бесплатно? Типа менять? Короче, ладно, я пока не понял. Погнали. Вам что, брат? Так, веганскую пиццу, пожалуйста. Ну почему веганскую-то? Стой, блин! Саврум! Я не успела принять. Ё-моё! Иди в жопу, не хочу. Я за тебя пиццу не сдала. Какой отстой? На. Вали отсюда. Да, хер тебе с луком пошел в жопу. Давай, нормально чего-нибудь закажи. Мне нужен креветочный коктейль и хлеб для вечеринки. Нормально, давай. Так, креветки и соус. Все, супер. Капец! Я просрала три сырных пиццы. Ой-ой-ой. Блин, опасно с этим последним заказом. На. Твердая четверка. Да и пошла в жопу, знаешь. Так, дай-ка я себе куплю чеснок. Баклажан. Меняй. Да, пусть. Четырнадцать. За семерку куплю. Все, пусть высаживается. А они растут? Все, эти растут. Какой-то не очень выдался денек, если честно. Я потеряла очень много денег. Ремонт. Начинки. Почему я не могу купить трюфель? Почему я не могу купить себе трюфель? Что-то хорошо пахнет рядом с ломтик жизнью пиццерия. Правильно, это чеснок. И они сделали больше, чем просто поставили на плиту. Они положили это на пиццу. К местным новостям. Пиццерия и гастроном Джованни закрывают свои двери. Это последнее забытие в чередине обычных закрытий ресторанов на этой неделе. Владелец пиццерии Джованни де Лука. Был недоступен ли каких-либо дальнейших комментариев по этому вопросу? Вот и все на сегодня. Наверное, что-то вот эта баба сделала с этим доктором Джованни. Так, зеленая мечта ананасовая. Ну, давайте две ананас. Сладкий перец одна штука, ананас две. Ну, что бы у меня было? Все, давайте. Подожди, что приперлось? Еще раз здравствуй, сосед. Я впечатлена тем, как хорошо вы справляетесь. Спасибо. Я думаю, вы неправильно поняли. На самом деле, не впечатлена тем, что вы сделали. Идти много со временем это одно, но опережать время совсем другое. Угу. А БДД скоро выпустит новую начинку, которая ставит вас в пыли. На самом деле, мы будем выпускать нарезанные помидоры. На этот раз вам повезло, что вы раздобыли чеснок. Но получить нарезанные помидоры будет не так просто, поверьте мне. А что ты ко мне приходишь, чтобы душ травить овца? Знаете ли вы, что древнегиптяне поклоняюсь луку? Сферическая форма и концентрические кости символизируют личную молодость. Окей. Тебе луковую пиццу сделать, да? Без проблем. Луковая пицца для тебя, мисс Бульдожка. У нее реально бульдожки? Не знаю, она каждый раз к нам приходит. И у нее вот эти вот бульдожки вечные. Так, ананасик. Ананасик для вас. Ваша луковая пицца. Держи. Кто-нибудь, дайте мне шапочку из фольги. Этот пекарь только что сделал мой день. Конечно. Яж великолепна. Я возьму сладко-соленые ананасы и оливки, пожалуйста. Сладко-поподробнее. Ананасы и оливки на пиццу. Окей. Ананасы и оливки на пиццу. И раз. Сладко-перечную делаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Лук. Оливки. Пепперони. Лук. Оливки. Лук. Держи, брат. 10 из 10. Супер. Идеально проработали. Здрасте. Да, вам 2 ананасовые пиццы. Пожалуйста, забирайте. Супер. А теперь смотри, сразу заходим и со сладким перцем на вечер. А то я сейчас опять забуду и просру. Грибы с сосисками идут на вечеринку. Сыр не пригласили. Ноль разрезов. Понял. Грибы, сосиски. Без бэмы хороший. Труфели, если что, у нас нет. Так что сорян, сегодня без труфелей. Труфели, трюфели, ушли погулять. Держите. О, хорошо. Дальше. Следующий. Я буду пиццу гамбери со сладким перцем. Что? Так, я не знаю, что такое. Сыр, сладкий перец, соус. Так, сыр. Сладкий перец. Гамбери, блин. Базилик. Базилик. Как я должна понять вот ее гамбери? И креветки. Вот это заказ. Вот это заказала, блин. А я сиди, гадай. Держи, моя хорошая. Вот так вот. Давай, иди отсюда. Все. Следующий. Следующий. О, да. Открытая пиццерия везде на очередь. Две любители мяса, пожалуйста. Без проблем. Две любители мяса. Раз. Два. Главное не забыть. Ну да, немножко неаккуратно. Блин, реально, если будет вот эта вот вся шкала, то прикинь, как классно, когда ты нажимаешь, и оно тебе автоматически все начинки добавляет. Смотришь, сколько можно экономить денег на вот этом вот всем. Я считаю, любители мяса надо делать без рыбы. Это, конечно, все очень классно, но при чем здесь рыба? Главное еще куру не забыть. И надо проверить, как там мой вампирский чеснок пожевает. Ну, хотя бы, знаешь, хоть кто-то курицу берет. А то они типа ходили, мне мозг канифонили, а в итоге курицу и не жрут. В чем тогда был смысл? Мы взяли курицу, но не едим ее. Спасибо большое. А что я тогда на нее деньги тратила, спрашивается. Вот вопросики, вопросики возникают. 222 доллара, кстати, неплохо. Держи, брат. Твоя пицца. Кривовато, но пойдет. Сладкий перчик, держите. Супер. Потихонечку зарабатываем. Еще одного-двух клиентов. Я хочу пиццу капричоза. Что, бляха? Капричоза, ебта. Что такое? Соус песта, капричоза, да? Сыр, грибы, оливки, ветчина. Сыр, грибы, оливки. Капричоза, блин. Офигеть, где они таких слов понабрались? И ветчина. Я вообще не знаю. Как это? Так это? Вот где вот они нахватались вот этого всего? Нормально без этих вот ваших словечек жили. А куда делась арбузная пицца? Вот это вот все из этой категории. Все, день закончился. Мужичок, ваша пицца. Все, ему вроде бы понравилось. Давайте собираю все. О, мне дадут скоро постер еще новый. Прикинь, класс. Здесь еще забрать-забрать. И вот это вот забрать. Ой, как хорошо. Ой, еще что-то дали. Класс. Пиццу подойдет любая. Ну, давай сырную. Сделаю тебе сырную пиццу. Может быть, он хотел какую-нибудь с чесноком? Он похож на вампира и разговаривает как вампир. Возможно, это кровосиська. Держи, брат. Вот твои чаевые. Спасибо. Опа. Не давайте пиццу роботу. Опа. Шпионов будет мне поцелать. Это овца. Все понятно. Все ясно. Хорошо. Не давайте пиццу роботу. Хорошо. Тогда я ему скажу, пошел в жопу робот. 68 заработали. В принципе, хорошо. Ремонт ничего не надо. Поехали в следующий день. В ответ на отзывы зрителей мы снова пригласили доктора Прайса. в нашу студию. Всем привет. Я уже соскучился. Исследования показали, что сегодняшняя водопроводная вода загрязнена всевозможными веществами. И доктор Прайс здесь с решением. Горный дождь. Это полностью натуральная минеральная вода, которая сохранит ваши растения здоровыми и сильными. Черт возьми. Я мог бы даже сам сделать глоток. Это всего лишь 5 пицца-баксов. Блин, у меня нет таких денег. У меня таких денег нет. Дайте посмотрю, что там в моем саду происходит. Два часа оно будет зреть. Охренеть. Прикинь? Два часа. Мне, конечно, можно ускорить, но я не хочу. Во, дождь пошел. Подождите, тетя. Стоять. Анчоусное. Три штуки. И вонючий пит. Давай, значит, анчоус. Анчоус. Три. И вонючий пит. Сколько? Две. Все, давай, значит, анчоусную. Три штучки. Привет, как у тебя дела? Ну, так себе. Да, я это слышала. С появлением больших пизданок мне тоже было довольно сложно. Ой, где мои манеры? Меня зовут Саша, и у меня есть пиццерия на другом конце города. Приятно познакомиться. Я просто хотела прийти, посмотреть, как обстоят дела с некоторыми другими здешними предприятиями. В наши дни мы должны присматривать друг за другом. Понимаешь? Это мило. Я просто хотела бы сделать больше. В любом случае, было приятно познакомиться с вами. Пока. Так, Саша, хорошо, запишем. Две оливковые пиццы с песта. Без проблем. Две оливковые с песта. Это сделаем. Мне как бы не жалко. У меня, кстати, кончилась реклама на мой чеснок. Какие мне надо было сделать? Анчоус три, да? Это вам. Получите, распишитесь. А что? А, вот так. Я думала, еще ему что-то надо. Но ничего себе. На, брат. Вкусно, вкусно, вкусно. Приятного аппетита, брат. Приходи к нам еще. Следующий. Три пиццы. Одна с фруктами, одна только с овощами и соусом. И одна с мясом и сыром. Ох ты ж. Ох ты ж, епты ж. Приперлась. Деловая ты. Три пиццы ей. Короче, везде, я так понимаю, соус. Так, три пиццы. Одна с фруктами, одна только с овощами, одна с мясом и сыром. Так, мясо и сыр. Но она нормально такой жирный заказ заказала. Они очень много тратят времени. Прям вот до жопы. Сейчас мне еще надо расчленять, что такое вонючего пита. Раз. Так, одна с фруктами. Одна с фруктами. Фрукты это что у нас? Давайте смотреть. Мясо, фрукт, оливки, перец, ананас, баклажан. Оливки, перец, ананас и баклажан. Так, и одна только с овощами и соусом. Смотрим, что из этого соуса. Да подожди, соусы, овощи. Лук, базилик, кукуруза, чеснок. Лук. Лук. Базилик. Чеснок. Ох! В смысле? Ну, сорян. У меня нет чеснока. Надеюсь, она мне заплатит за эту пиццу. Я не виновата. Но нет у меня чеснока. Кончился. Фух, спасибо. Я думала, все, приехали. Привет, брат. Да, держи. Давай сразу берем себе вонючего пита две штуки. Капец. Наконец-то. О, давай, классно. Собираюсь купить голубую гавайскую, пожалуйста. Не забудьте добавить побольше голубого сыра. Что? Ты знаешь голубая гавайская? Извини. Вот, блин. Ну что ж, печально-то слышишь. Мне просто придется зайти еще раз. Ааа, какая надо было им пироги сделать. Я хочу веганскую пиццу, но без базилика. Так, веганская пицца без базилика. Погнали. Раз. Раз. Два. Три. Вонючий пит. Делаем вонючего пита. Ну и по совместительству. А, на веганскую просила, да? Не вегетарианскую, а веганскую. Ваш вонючий пит. Сидит, пердит, молчит. Ну, пытаемся успеть, как говорится, все, что есть. Ой, ваша веганская вот эта вот пицца. Я вот из-за того, что они вот заказывают такие большие заказы, ты видишь, я зашиваюсь на остальных, и я не успеваю обслуживать много клиентов. Без базилика еще. А если она скажет, я хотела чеснок. Нет, нет чеснока. Чеснок кончился, все. Надо было приходить, пока чеснок был. Ничего нет. Никакого праздника так все этот заказ сделала. Не, ну какие-то бабки-то зарабатываем, так что не все так плохо, как могло бы быть, но все равно неприятно. Держите. Совершенство, вау! Ну хорошо, хоть довольна осталась. Держи вонючего своего. Супер, 329. Хорош. Хорош, нормал, да. Я подумал, что попробую пиццу с грибами здесь, а затем отправить в БДД, чтобы попробовать у них. Но сейчас слишком устал, чтобы идти во оба места, но мне все еще нужны две пиццы. Так, две пиццы с грибами. Окей, брат. Давай. Две пиццы, так две пиццы. С грибами, так с грибами. Сделаю тебе идеальную пиццу. Держи. Правда, без трюфелей, но... Это совсем другая история. Труфели будут позже. Я пока не знаю, как их выращивать, если честно. Нас пока их нет. Не предупредили, как их выращивать. Дали совершенно другие заказы пока что. На выращивание чесночка. Блин, удобнее было бы закупать. Понял, что так дешевле, но так дольше. Я не выпрысаю, что без пиццы можно быть. Да, я тоже. Это забираем, забираем, забираем. Пойдемте в Асадулю. Пока есть такая возможность. Клумбы пуста. Так, а давай засадим какой-нибудь бакалажан. То есть они у меня еще будут сутки делаться, прикинь. Ладно, еще один день подошел к концу. Это был 109 день. Мы заработали с вами 327 этих самых, а 94 гаджеты. Горный дождь появился. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Я не голодный. Так, а почему я не могу день земли себе разблокировать? Разблокировать. Эээ, в смысле закончите 4 угол, чтобы разблокировать? Почему? Алё! Мне не дают возможность покупать. Ну ладно. На этой нотке с вами закончим. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Пока.